Вечером в 16.50 на странице поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилась информация о начале операции по поиску Маши Люлиной. На улице Комсомольска, где живет девочка, в течение часа был развернут штаб. Службы экстренного реагирования, МЧС, полиция, а также волонтерские отряды «Рысь», «Волонтер» и «Лиза Алерт» незамедлительно подключились к поиску. Был брошен клич о привлечении добровольцев на пешие обходы близлежащих территорий. Родственники, соседи, жители Богородска и из соседних районов постоянно прибывали на поиски. Подключились кинологи, проводилась съемка с воздуха. Маша Люлина проживает по улице Комсомольска и дом 30. Девочка-инвалид детства. Ранее никогда из дома не уходила. Конфликтов в семье не было. Семья благополучная. По словам очевидцев, днем гуляла недалеко от своего дома. Последний раз ее видели на детской площадке. Также говорят, что девочка немного замкнутая, боится громких звуков. Машу знаю давно. Она здесь родилась и их семью узнает. Знакомых у нас из нашего дома все знают. И с ней было иногда такой случай. Она боялась всех. И подходить к двери одна даже боялась. И мне кажется, у нас ни с кем разговаривать не будет с незнакомым. И если она потерялась, то, мне кажется, спряталась, может, что напугалась, она не покажет себя. К 22 часам штаб переместился к ФОКу Победа. Имея за плечами большой опыт работы, спасательные отряды поставили задачи волонтерам. Добедительная просьба. Вперед собаки не забегать. Это важно. Перед собакой не садиться. Собаку во время работы не трогаем. Те, кто не мог принять участие в масштабных поисках ребенка, помогали, чем могли. Бумага, скотч, ножницы, питьевая вода, фонарики подвозились постоянно. На данный момент задействовано около 300 человек в общей сложности. Это добровольцы, это силовые службы, это просто местные жители неравнодушные. Площадь сейчас сказать сложно. Группы работают в разных направлениях. И вдоль железной дороги, и по парку, и по городу. Расклика ориентировок. Работают таксисты, помогают тоже. Это абсолютно разные углы города, участки. Сотрудники полиции МЧС отрабатывали криминальные версии случившегося с ребенком. По квартирный обход всех близлежащих многоквартирных домов. Затем частный сектор. Проверялись даже канализационные люки. Спустя время появилась информация о том, что девочку видели на улице Тургенева. Спустя час там были проверены все жилые дома, садовые участки, гаражи. Следов девочки обнаружить так и не удалось. Осматривали гаражи, которые брошены через крыши. Народ оповещали, которых встречали. Ну и, соответственно, заходили в гаражи, где была возможность. Результат? Ну, пока ноль. Народ идет. Надежда есть. Следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поиски продолжаются. Анна Сычева, Владислав Зотин, телеканал Богородск ТВ. Специально для Время новостей. Специально для Время новостей.